Разминка, растяжка и немного силовых упражнений. Так начинается день у активных женщин с Салыма. Занятия спортом для людей старшего поколения стали возможны благодаря двум девушкам. Юлии Зерниной и Анастасии Гавриловой. В нашем окружении было очень много человек пенсионного возраста, которым не хватало активного движения. И нам пришла такая идея, что все-таки, наверное, необходимо. Бабушки сидят дома с внуками. Это то время, когда нужно начинать любить себя и гулять, и наслаждаться жизнью. Открыть спортклуб для женщин 55 плюс решили год назад. Активистки написали проект, набросали смету. Идею поддержали поселковые районы власти. Девушки нашли помещение, приобрели спортинвентарь и начали приобщать односельчан к здоровому образу. Жизни. Здоровье нужно поддерживать. Вот сюда и пришли мы в основном, чтобы поддержать здоровье, дух свой. Девчонки у нас очень классные, веселые. Всегда нас встречают с улыбкой. Сразу такой позитив, настрой классный. Как моя внучка говорит в стихотворении, «Моя бабушка модель, хочешь верь или не верь, Как увидят вместе нас, говорят, вы просто класс!» Хорошее настроение всегда сопутствует. Занятия бесплатные, четыре раза в неделю. Их посещают более десяти женщин. Каждый комплекс рассчитан на их возраст и физподготовку. Для этого в клубе работает квалифицированный инструктор. Девушки меня позвали в эту группу, значит, заниматься всем и лыжами, и скандинавской ходьбой. ОФП мы занимаемся, когда у нас погода не позволяет. Фитнесом занимаемся в зале. Все для этого они приобрели, поэтому мы получаем только удовольствие. Однако сейчас стоит вопрос, как дальше будет реализовываться проект. И для этого нужны немалые средства. Но девушки не унывают и планируют снова заявиться на грант. Мы перестраховались, написали проект, продолжение данного проекта на грант губернатора и на президентский грант. Стоит учесть, что у нас некоммерческая организация. А некоммерческий сектор, он получает огромную поддержку со стороны нашего поселения, со стороны района, со стороны округа и страны в принципе. Как только это произойдет, активистки хотят расширить программу, докупить тренажеры и привлечь к здоровому образу жизни еще больше односельчан. Ведь желающих посещать клуб в поселке немало.